Восемь часов утра избирательный участок открыт в здании спортивной школы «Интеграл». Уже с первых минут работы комиссии сюда поспешили более десятка жителей окрестных домов. Химчанка Ирина Саксакова перед работой забежала на участок отдать свой голос за будущего губернатора Московской области. Решила выполнить свой гражданский долг и проголосовать за губернатора Московской области. Это важно, потому что нужно понимать, какого человека мы выбираем, что он нам обещает, что он выполняет. В числе первых, кто решил проголосовать, депутат Совета депутатов Ирина Спирина. Два года назад она сама была в роли тех, кого выбирают. А сегодня пришла поддержать кандидатуру, которая ей ближе по взглядам в части развития региона. Приглашаю, вернее, всех жителей в обязательном порядке за этих три дня посетить избирательный участок. Всего в городском округе Химки одновременно открылись 118 участков. На каждом работают наблюдатели, которые вместе с членами избирательной комиссии контролируют порядок проведения выборов. Например, на участке номер 4124 в школе «Лидер» без нареканий. Моя задача, как и любого члена территориальной избирательной комиссии, чтобы все прошло прозрачно, законно, ну и в рамках закона. Именно голоса граждан будут решать, как мы будем жить в ближайшие несколько лет. Вот поэтому это крайне важно. Я сам уже здесь проголосовал и могу сказать, что в принципе все здесь по навигации понятно, никаких нареканий нет. В целом все отлично. Из нововведений в Подмосковье в этом году помимо традиционного голосования на избирательных участках есть возможность отдать голос дистанционно через электронную систему. Такой возможностью воспользовался лидер движения общественной поддержки Владимир Харитонов. Правда, сделал он это прямо на избирательном участке, чтобы оценить работу электронной системы и рассказать о ней. Дистанционное электронное голосование дает право каждому гражданину сделать это в любое время, в удобной для себя и в любом месте. Поэтому спасибо сайту Госуслуги, что предоставили такую возможность. Значимость голосования – это важнейшая часть и гражданский долг каждого гражданина России. А вот химкинский депутат Александр Васильев пришел на участок 3177 в лицея номер 12, чтобы проголосовать традиционным способом и напомнить остальным о необходимости выбора. Призываю всех жителей городского округа химки приходить, отдавать свой голос. Кто-то из жителей зарегистрировался в электронном голосовании, тоже не забудьте проголосовать. Ну а кто не успел зарегистрироваться по каким-либо причинам или выбрал ногами путь, пожалуйста, приходите, избирательные участки работают, вас жду. Традиционно часть участков оснащены прозрачными урнами. Здесь же в лицея номер 12 голоса принимает КАИП – комплекс обработки избирательных бюллетеней. Членам комиссии это упрощает подсчет голосов. А вот рядовым жителям города все равно, как голосовать. Им важно за кого. Мы живем в этом городе всю жизнь, никуда отсюда уезжать не собираемся, поэтому хотим лучшего для нашего города и для нас. Всего на должность губернатора в 2023 году претендуют четыре кандидата. Победитель выборов будет занимать свой пост в течение следующих пяти лет. Голосование продлится три дня и завершится в воскресенье в 20.00. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, Новости Химки ТВ.